Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала маркетса, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала маркетс с торговыми идеями, где также каждый день мы размещаем дополнительный аналитический контент в виде конкретных торговых рекомендаций, основанных на техническом анализе и фундаментальной посты. Это обзор ренчной ситуации и как условия и еще один аргумент и основание для принятия вами торговых решений. Можете эти сигналы использовать как дополнительную подсказку или фильтр для ваших торговых систем и соответственно в совокупности этих факторов уже действовать и использовать возможности, которые есть на рынках. Ну что ж друзья, сегодня центральное событие это заседание европейского центрального банка. Если ориентироваться на GMT время, в 12.15 пройдет собственно само заседание. После этого через 15 минут мы переключим фокус нашего внимания на блок американской статистики. очень важный сейчас, потому что фактически несколько дней остается до заседания и американского регулятора. И каждый отчет, который тем более является масштабным в плане понимания ситуации в экономике, он может подсветить те будущие решения, которые в итоге будут приниматься американским регулятором на следующей неделе. Речь идет о блоке статистики по заказам товара на длительное пользование и данных по ВВП за третий квартал американской экономики. И еще через 15 минут после этого, то есть в 12.45 по GMT, состоится пресс-конференция главы европейского центрального банка Кристин Лагард, которая, конечно же, обозначит те доводы, приведет доводы, которые были использованы регулятором принятия решения процентной ставки, также пересмотрят перспективы экономического роста инфляции и подсветят вообще то, что ждет европейскую экономику до конца этого года. Будет очень интересно послушать. И если вы считали, друзья, что в последние дни волатильности и так хватало, то поверьте, сегодня будут, возможно, даже новые рекорды, потому что события крайне значимы. Что делать с европейской валютой? Сейчас пара евро-доллар котируется на отметке 1.0066. Локально мы вчера видели пару даже повыше. Признаюсь, я не ожидал, что евро на ожиданиях именно события и заседания Европейского центрального банка сможет забраться так высоко. Я полагал, что паритет чуть-чуть выше и в итоге потом консолидация до самого заседания Европейского центрального банка, потому что, честно говоря, новость о том, что Европейский центральный банк повысит ставку на 75 байсных понтов, она была на рынке еще и месяц назад, и все ее активно обсуждали. То есть максимально все уже было заложено на курсе европейской валюты. Но евро смог прорваться выше. Покупатели в итоге воспользовались еще и технической коррекцией. Сейчас объясню, почему я все-таки уверен, что снижение доллара носит исключительно основано на технических факторах. Покупатели евро воспользовались в вот этой вот стратегии «покупай на ожиданиях, продавай на фактах», использовали очень выгодно для себя ситуацию с коррекционной динамикой доллара и прорвались выше. Евро потенциально должен развернуться. Причем с этой задачей именно главного триггера разворота европейской валюты должен справиться уже Европейский Центральный Банк. Но будет еще план Б. Это если ЕЦБ сегодня не опрокинет евро, будем ждать уже непосредственно заседания американского регулятора, решения по росту процентной ставки и там уже бодрости от непосредственно самой американской валюты, что должно будет привести к снижению главного валютного риска. Голмон Сакс, Сити, БНП Париба, Инжи. Вот прогнозы инвестбанков, за которыми я слежу в последнее время, ожидают, что европейская валюта перейдет к снижению и завершит этот год в районе 0,95-0,94. Я полагаю, что, наверное, на дистанцию хода с текущих уровней 600 пунктов может понадобиться больше времени, но считаю, что 0,97 мы легко можем увидеть уже в ближайшие торговые сессии. Причем именно медвежий прогноз указанных инвестбанков основан на том, что повышение процентной ставки, на которое вынужден будет пойти Европейский Центральный Банк, потому что ЕЦБ тоже работает с инфляцией по книжке экономической теории и макроэкономической статистики. То есть, если теория этой статистики и экономики гласит, что если растет инфляция, нужно ужесточать монетарную политику. Но текущего повышения ставки на 75 базисных пунктов будет уже недостаточно, и даже сохранение темпов высоких дальнейшего ужесточения политики особой ситуации не изменит, потому что ЕЦБ очень много времени уже потерял. ЕЦБ будет всегда в числе отстающих, если сравнивать ЕЦБ и Федрезерв, и ФРС уже не достать, ставки всегда будут ниже. Это будет сказываться на доходности облигаций, американских бандов, немецких бунтасов, и, соответственно, выгодными будут все-таки американские бумаги. Это я еще не перечисляю факторы, которые связаны с крайне скудной, плохой, слабой и ужасающей, по сути, экономической ситуацией. И столько данных мы проанализировали на этой неделе из Еврозоны. Я подчеркиваю вам, что все они сигнализируют о том, что европейская экономика уже одной ногой в рецессии. Поэтому ждем, что евро все-таки развернется. И, как я уже отметил, это может произойти либо сегодня, либо уже в следующую среду. Ну, в принципе, тоже. Ждать осталось недолго. И последующее закрепление ниже паритета, и движение 0,97 будет нашим основным сценарием. Доллар иена 146,09, как мы ожидали, снижение валютной пары продолжается. Пока что доллару нечего противопоставить поддержке Банка Японии для курса национальной валюты. И, соответственно, японская иена этим пользуется. И ранее я отметил уже, что, скорее всего, эти латентные действия японского регулятора будут преобладать на финансовых рынках, и трейдеры будут их бояться. Поэтому присутствие регулятора на рынке, контроль курса свидетельствует о том, что с большой долей вероятности, даже при жесткой монетарной политике американского регулятора, пара доллар-иена будет снижаться. Мы, друзья, по-прежнему ждем уровень 140 иен за доллар. Золото 1663 доллара за тройскую унцию. Максимум вчерашнего дня был 1674. Мы сделали нашу ближайшую цель 1670. С этим вас поздравляю. Но, думаю, что пойдем еще выше и до среды следующей сможем протестировать 1700 долларов за тройскую унцию. Опять же, сейчас используем по максимуму условия, которые связаны со снижением доходности американских облигаций и коррекцией американского доллара. Индекс американской валюты 109.60. Опять же, в районе 110 мы топчемся. Я считаю, что это прям такой пограничный рубеж, психологический уровень. От него начнется дальнейшее развитие восходящей динамики. Но нужен триггер. Это заседание американского регулятора. Я не разделяю точку зрения тех, кто считает, что доллар снижается, потому что уже окончательно развернулся из-за сигнала о том, что американский регулятор может замедлить темпы повышения процентной ставки. Но замедление темпов повышения ставки, друзья, это не отказ от жесткой монетарной политики. Ставки нужно будет повышать, потому что базовая инфляция остается на крайне высоких значениях. ФРС много раз ясно давал нам понять, что рецессия американской экономики это достойная цена, которую может заплатить за победу над инфляцией. Я сторонник того, что текущее снижение носит лишь исключительно технические факторы. Жду сегодня данных по заказам товара длительного пользования и ВВП. Надеюсь, что статистика не разочарует. И еще один блок сильных данных будет использоваться американским регулятором на следующей неделе, чтобы оправдать еще одно активное повышение процентной ставки. Доллар канадец 1.3564 у нас была цель. 1.35 лоу вчерашнего дня 1.3506. Но чуть-чуть мы до него не достали. Давление сейчас на пару сохраняется. Канадский регулятор повысил ставку, но не так существенно, как ожидалось, на 0.5. Всего лишь с 3.25 до 3.75. Рынок нефти растет, политика обозначена жесткая. И я думаю, что это идеальная смесь, чтобы пока поддержать эту короткую позицию. Может быть, даже с целями уже 1.34-1.34-1.34-1.50. Американский фондовый рынок в комментариях спрашивает, друзья, относительно того, что с ним будет дальше. Я по-прежнему за то, чтобы S&P оказался все-таки в районе 300-600 пунктов, потому что считаю, что более худшего сценария для американской фонды, чем ужесточение монетарной политики, не найти. Но на рынке коррекция. Мы видим это в динамике всех рисковых инструментов, но это не перелом трендовой динамики, которая по фондам рынка остается исключительно медвежьей. И нефть 94.06. Мои поздравления тем, кто держит длинные позиции, потому что рост существенный, но это еще не предел. Наша цель 98.100 и последующее движение выше. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.